Всех приветствую! Сегодня я предоставлю краткий обзор потолочного датчика движения точечного типа RECSAN DDT-02. Мощность 500 Вт. Время задержки от 10 до 420 секунд. Дальность здесь 6 метров. Угол обзора 360 градусов, степень защиты IP20. К сожалению, такой датчик движения в ванную комнату не поставишь. Это сразу скажу. Для ванной комнаты он уже здесь его применять нельзя. Чувствительность от 10 до 2000 люкс. Поставляется он в такой коробке. Управляет освещением, прямом сигнализации, высокая чувствительность, экономия электроэнергии. В общем, вот эти параметры, которые назвал. Диапазон рабочей температур от минус 25 до 40 градусов. Сделано в Китае. Стоит датчик движения этот не так уж и дешево. От 500 до 800 рублей в разных магазинах. Давайте посмотрим, что он себе представляет. Вот он представляет себе такой вот небольшой датчик движения. Я думал, что он будет больше. Вот здесь под крышкой у него спрятаны регуляторы. Вот это фотореле, это сам сенсор. Это у нас, соответственно, чувствительность фотореле, а это время задержки. С увеличением по часовой стрелке увеличится время задержки. Вот оно. В общем, такая вот. В общем, закручивается крышкой. И всё. Так, теперь сейчас я покажу её размеры. Это немаловажно для установщиков. Так. Диаметр его основания составляет 40 миллиметров. Вот диаметр основания. Так. Максимальный габарит вместе с линзой по длине 64 миллиметра. Так. Теперь выступ, длина, соответственно, линзы, высота линзы Френеля примерно 20 миллиметров. Так. Вот это диаметр этой крышки. Максимальный. 50 миллиметров. Так. Лепестки имеют длину 56 миллиметров. Вот. Они, соответственно, погибаются. Здесь у нас три вывода. Вот они тут. Видно винты. Сейчас, наверное, резко сновидётся. Вот видно. Датчик движения у нас трёхпроводный. Вот он. Н – это у нас нейтраль. А – это у нас выход. Л – у нас вход. Фаза. Вот тут видно чётко. В общем, такая штука. Так. Ещё габариты я поставил от основания. Это тоже немаловажно. То есть захочет. Максимальные габариты вот 46 миллиметров. Вот. Если кому вдруг упираться будет она в потолок, кто ставит. Вот установки габариты. Глубина максимального залегания 46 миллиметров. Так. В общем, основные размеры я показал. Теперь я думаю его подключить. Ну, сегодня будут и подключения простейшие. И, соответственно, провода светильника у нас торчат два провода. В общем, мы подключим, соответственно, через этот датчик движения. То есть схема будет простой. Без всяких там специализированных применений. Конечно, в будущем я это рассмотрю обязательно. Подумаю, провода можно ли принудительно включить или нет. Но это будет уже тема другого ролика. А сейчас я подключу его. Покажу, как подключить. Ну, подключается он практически аналогично другим датчикам движения. Ну, давайте посмотрим. Итак, начинаем подключать. Вот у нас с потолка на макете свисает два провода. Нам надо подключить, соответственно, датчик движения, а затем светильник. Ну, в качестве нагрузки я возьму светильник, светодиоды. Можно и лампочки там, не знаю. Ну, вот у нас два провода торчат, которые шли на светильник. Мы отсоединили, и нам надо подключить датчик движения. Так, клемма N это 0, это ацинцентрия, а это выход, L это вход фаза. Так, для начала мы соединим два провода, светильник и, соответственно, торчащим один концом вместе. Вот так вот. Это мы подключим к клемме N. Она у нас слева. N. Соединенные провода. Далее мы, соответственно, затягиваем клеммники, эти концы. Так, затянули. Теперь у нас с центральной, это выход датчика движения, нам надо, необходимо подключить светильник, это, то есть выход. Подключаем светильник, второй провод светильника к центральному проводу. Вот, всё, соединили. И, соответственно, третий провод, второй провод, точнее, торчащего, соответственно, из потолка провод, мы подключаем, соответственно, к правой клемме L. Вот сейчас я подключу. И, соответственно, всё. Всё, подключение сделано и рассказано. Меньше, чем за две минуты. В общем, смотрите. Вот. Провод, торчащий из, соответственно, потолка. Подключаем, соответственно, к клемме N. Отсюда клемме N мы идём на один из проводов светильника. И, соответственно, центральной клемме выхода датчика движения мы подключаем, соответственно, светильник. Второй провод светильника. А второй провод, торчащий из потолка, где был светильник, подключаем, соответственно, к правой клавише, клавиши L. Давайте посмотрим, наведётся резкости или нет, чтобы видно было. Давайте посмотрим. Так, похоже, не наводится. Так. Или на камеру мне плохо видно. Может быть, видно. Ну, видно, в общем, короче говоря. В общем, понятно всё. Всё. Подключение мы сделали. Давайте сейчас сделаем включение. Не знаю, датчик движения исправлено, не бабахнет. Первый раз подключаем. Давайте посмотрим. Сейчас пока ничего нет. Так. Светильник у нас не горит. Требуется некоторое время, видимо. То, что датчики движения, они, соответственно... Так, не сразу срабатывает. Вот. Всё. Включился. Датчик движения у нас ралейный, не семисторный. То, что щелчок чётко слышен. Давайте посмотрим. Вот я на минимум поставил. Давайте ещё раз. Вот. Чётко срабатывает. В общем... В общем, всё работает. Всё нормально. Так. Тут слишком ярко, видимо. Поэтому... Поэтому фотореле, она, видимо, делает своё дело. Поэтому не на моё движение рук плохо реагирует. Видимо, фотореле видно. Так. Ну, всё работает, видимо. Вот. Чётко. Всё элементарно, просто. Тут, видимо, действительно ярко слишком. В общем, ждите новых обзоров. Следующий обзор будет, как подключить этот датчик движения, или аналогичный, с одноклавичным выключателем и двухклавичным выключателем. Обычный вариант, не специализированный. Будет рассказано, как подключить, когда у вас на стене стоит одноклавичный выключатель, и когда на стене двухклавичный выключатель. Обычная схема подключения. Потом разберём специализированную схему подключения, когда по двум проводам мы можем управлять и датчиками движения, и принудительным включением света. Это я на своём канале показывал, с другими датчиками движения. Я не сомневаюсь, что эта схема заработает и с этим датчиками движения. Ну, надеюсь, по крайней мере. Ну, и потом ещё будет рассмотрен специальный вариант с таймером. Забыли свет выключить, свет автоматически выключится. Ну, в общем, у меня всё сегодня. Всем всего доброго. Ждите новых видео. Пока. Ждите новых видео.